Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В 2016-м судебные приставы смогут ограничивать действия водительских прав неплательщиков. Внимание! Кибермошенники в Башкортостане с начала года злоумышленники украли средства с 4000 банковских карт. И невыгодные инвестиции вложения в драгметаллы в этом году оказались убыточными. Злостных неплательщиков, штрафов и алиментов будут временно лишать водительских прав. Норма вступит в действие с 15 января следующего года. Новый инструмент воздействия на граждан, чей долг составляет более 10 тысяч рублей, получила служба судебных приставов. Ведомство сможет арестовывать имущество и изымать транспортное средство должника до того момента, пока задолженность не будет погашена. Судебные приставы ограничивать действия водительских прав смогут по своей инициативе или по заявлению взыскателя. К примеру, если один из родителей не будет оплачивать алименты, второй может стать взыскателем. В этом году 22 тысячам должникам запретили выезд за границу. В первую очередь, эта мера направлена на стимулирование добровольного погашения задолженности по исполнительным производствам. Зрешение водительских прав уже давно применяется нашими зарубежными коллегами. И эффективность применения личной ответственности должника доказала свою эффективность и в России. Это ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации. В этом году МВД Башкортостана зафиксировало рост краж денег с банковских карт. По данным ведомства, таких преступлений совершено в регионе порядка 4 тысяч. Полицейские называют основной причиной незаконного списания средств с карт незащищенность программного обеспечения мобильных телефонов. К абонентам, пользующихся интернетом на телефоне, через различные приложения могут попасть вирусы, которые, в свою очередь, переводят деньги на счета злоумышленников. Кроме того, кражей денег способствует и беспечность держателей карт, которые перестают пользоваться сим-картой мобильного оператора, но не отключают при этом привязанную к ней услугу мобильного банка. На территории республики Башкортостан люди, создающие такие вредоносные программы, не задерживались. Но в то же время они задерживались в других субъектах Российской Федерации. И не установлено было, что данные программные приложения, вредоносные программы, были изготовлены жителями республики. Задерживались в Черябинске, задерживались в других регионах, которые именно изготавливали и распространяли данный продукт. Уже завтра встречаем новый 2016-й, а сегодня подводим итоги года уходящего с нашим постоянным экспертом, начальником управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснабанка Азатом Амировым. Азат, еще раз здравствуй, с наступающим Новым Годом тебя. И ждем от тебя какие-то итоги года уходящего, чем он запомнился для трейдеров и на валютных рынках. Ты совершенно прав, Кирилл. Действительно, сегодня последний торговый день уходящего года, поэтому уже можно смело подвести итоги года заканчивающегося. Прежде всего, мы хотели бы отметить феноменальный рост акций Башнефти по итогам года. Обыкновенные акции прибавили в своей стоимости почти 60%, привилегированные подорожали на 86%. Этому росту есть несколько причин. В первую очередь, это сильные фундаментальные показатели компании. Рост добычи нефти, в первую очередь, на месторождениях Западной Сибири. Затем окончание корпоративной истории с переходом компании под контроль государства. Сейчас, в частности, 25% акций Башнефти принадлежит правительству Республики Башкортостан. И, наконец, Башнефть всегда славилась высоким уровнем дивидендных выплат. Все это поддержало котировки акций компаний и позволило им вырасти сильнее всего остального рынка. Что касается российского фондового рынка, индекс ММВБ в этом году прибавляет на данный момент 26%. Это рублевая доходность. Если же пересчитать доходность с учетом динамики курса рубль-доллар, то доходность вложений в российские активы, выраженная в долларах, окажется отрицательной. Минус 4%. Дело в том, что весь уходящий год наша экономика находилась под сильным воздействием внешних шоков. Это и закрытие внешних кредитных рынков для российских корпораций и банков. Это и санкции со стороны наших традиционных торговых партнеров. И, наконец, серьезнейшее снижение котировок нефти. По итогу этого года нефть потеряла одну треть своей стоимости. Все это, конечно, в итоге вылилось в девальвацию российской валюты. Несмотря на сильную внутригодовую волатильность, достигнутые максимумы и минимумы, мы видим, что год закрывается следующим образом. Рубль потерял к доллару 30%, к евро он ослаб на 17%. Таковы краткие итоги года уходящего. Да, Зат, а чего ждут аналитики от года следующего? Не принесет ли он, или, так скажем, готовы ли мы к сюрпризам? И в том числе негативным, которые он может принести? Я считаю, что за прошедшие полтора, может быть, два года того кризиса, который мы сейчас все проходим, наша экономика уже серьезно адаптировалась к внешним вызовам. И, в первую очередь, у нас серьезно сократился внешний долг на одну треть. Конечно, опасения вызывают низкие котировки нефтяных фьючерсов. Дело в том, что бюджет следующего года сверстан из расчета среднегодовой стоимости нефти в 50 долларов за баррель. Сейчас же котировки Юрлса не превышают 35 долларов за баррель. Если котировки останутся на таких низких уровнях еще довольно длительное время, то наш бюджет ждет секвестр, то есть сокращение расходов. Спасибо. Это был Азат Амиров, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снаббанка. 2015 год оказался неудачным для инвестиций в драгоценные металлы. По оценкам аналитиков, купившие золото в январе и затем продавшие в декабре, получили отрицательную доходность от вложений в актив – минус 3,16%. Серебром ситуация оказалась еще хуже – минус 10,75%. Основное влияние на формирование цен оказали два фактора. Это снижение стоимости золота и серебра в долларах за тройскую унцию и сильная волатильность пары рубль-евро. Своих максимумов драгметаллы достигли во второй половине января. Золото стоило 1302 доллара за унцию, серебро – 18,31 доллара. Затем цены на них стали падать. В то же время курс рубля по отношению к евро демонстрировал разнонаправленную динамику в течение года. По прогнозам экспертов, в следующем году ситуация сложится более положительно. Для инвесторов в драгметаллы. О новостях пока все. Далее «Взгляд» не переключайтесь.